привет давно на канале не было телефонов китайских телефонов и сейчас мы с вами посмотрим на телефончик уме диджи f1 выпуск 2018 года конец 18 года и телефончик с такими неплохими характеристиками двойная камера восьмиядерный процессор helio p60 и короче мы сейчас все с вами посмотрим приходит это чудо у нас вот в такой коробочке и в общем приходит очень хорошо распакованным запакованы вернее вот наш красавчик он идет у нас в красном цвете и сразу как вы заметили идет в чехле он чехол такой нормальный в общем я не скажу что короче спасибо что положили нормальный чехол божественный красный цвет он просто шикарный я уже его активировал настроил включил только симку не вставил ну и сейчас немножко про него вам расскажу и еще раз посмотрим на этого красавчика он реально божественен он выпускается телефон у диджи f1 выпускается в трех цветах если я не ошибаюсь черный красный и золотой ну или там что-то слабо коричневый но давайте отложим телефон в сторону мы его еще рассмотрим с вами кстати сегодня будет просто такая мини распаковочка про телефон я много сильно рассказывать не буду но у меня будет второе видео еще второй ролик где я его лично поюзаю то возможно три недели где месяц сейчас у меня meizu pro 7 плюс хороший телефон кто в курсе тот в курсе флагман 17 года просто божественный и я пересяду на уме f1 потом через месяц или три недельки я расскажу вам свои впечатления косячки я уже вижу они косячки эти не сильно жесткие я ими не пользуюсь в общем но все по порядку все потом значит коробочка каждый уважающий себя техно блогер хоть и не техно блогер рассказывает что внутри коробочки и так коробочка у нас тут элегантно вываливается коробочка еще одна в которой находится скрепочка и макулатурка ничего интересного но красиво коммертная коробочка если подарите кому-то выглядит более менее презентабельно далее у нас в коробочке замечу красного цвета зарядка но тайп си юсб тайп си это вам ребят не микро юсб забыл сказать цена данного телефона на распродаже была я уже не успел выпустить этот ролик на распродажу 180 долларов можно его купить а так его цена 200 долларов и сейчас вы узнаете какие у него характеристики по начинке что же касается зарядки телефона так она у нас на минуточку юсб тайп си это вам не микро юсб какой-то прошлого века юсб тайп си каждый уважающий себя телефон выпускается с таким разъемом интерфейсом насчет юсб тайп си это очень приятно и у телефона за 200 долларов юсб тайп си мое уважение ну и в комплекте у нас понятно идет микро юсб тайп си кабель и сама зарядка телефон quick charge 30 быструю зарядку поддерживает насчет зарядки которая идет блочка которая идет в комплекте я не уверен у нас тут идет 5 вольт 2 ампера 9 вольт 2 ампера и 12 вольт полтора ампера то есть это я еще в следующем ролике проверю финальным по моему быструю зарядку данный блочок не поддерживает но мы можем заказать себе в китае нормальную зарядку и честно я зарядками с коробки не пользуюсь я купил себе одну хорошую зарядку и не парюсь красавчик по техническим характеристикам так по-быстрому пробежались что же касается само дисплея у нас тут full hd разрешение 2340 на 1080 и как вы видите есть вот такой вот каплевидный вырез что ли шторка не шторка кстати телефон у нас как бы почти без рамочный у него сбоку маленькие рамочки ну снизу рамки есть тут как бы нормальная ситуация кстати тренд после шторки уже прошел и сейчас телефоны уже если не ошибаюсь в конце восемнадцатого года и в начале девятнадцатого придумали короче вот такую капельку у меня и не никогда не было этих вот шторок как у нас как у айфона капелек не было ну слушайте капелька смотрится органично как как по мне и меня лично не раздражает типа все нормально у меня на маизу просим плюс тут все шторки такие огромные что снизу что сверху тут капелька она смотрится органично ну прикольно в общем не лично нравится то есть эта капелька вы если она вас раздражает а я уверен что вы быстро привыкнете она меня и не раздражала и как бы нормально все экран очень прикольный очень насыщенный мне нравится есть один нюанс который мне не очень нравится это то что вот смотрите максимальная яркость на максимальной яркости он работает прекрасно все супер не к чему прикопаться но только вы начинаете скидывать яркость немножечко скинули а телефон прям скинул таки хорошо ну как бы хотелось бы на например на посередине чтобы он был поярче в общем скажем так а при максимальной яркости все супер цвета у нас насыщенная картинка классная насчет картинки ничего не могу сказать качество отображения очень хорошие хочу заметить что тут стоит голый android если вы знаете может не знаете я вам расскажу когда стоит какие-то предустановленные свои внутренние оболочки там из системы типа мию ай или какие-то другие то телефон больше немножко нагружается как я для себя понимаю то есть тут стоит стоковый голый android понятно что это глобальная версия все языки есть и в общем этот android меньше нагружает систему и работает немножко лучше кстати голый android и ставит себе если не ошибаюсь только google вот google пиксель 1 2 3 там стоят голые android и если не ошибаюсь и тут тоже 100 стоит это круто android тут стоит 9 то есть свеженький свежая оболочка 9 android все хорошо как я только запустил телефон зашел в свою личную учетную запись все быстро обновилась проблем с обновой нету работает хорошо меня все устраивает красивый цена 200 долларов я вам напомню helio p60 4 гигабайта оперативки 128 внутренней батарея на 5000 миллиампер часов две камеры на 16 и 8 фронталка на 16 200 баксов 200 долларов но возможно не все так будет хорошо я не знаю я его поюзаю три недельки возможно месяц и расскажу отмечу еще два косячка которые мне не понравились но я их особо и не юзаю меня бесит во всех телефонах сканер отпечатка пальцев на задней части потому что мне не нравится такой это какое-то убожество вот я им не пользуюсь и он тут счет под долго срабатывает честно ну не то чтобы прям долго просто у меня маязу просим плюс вот я приложила сразу чик а тут срабатывает в два раза дольше может в полтора раза дольше но стоит уточнить что маязу просим плюс это флагман вот кстати сейчас вы видели сами распознавание лица сработало офигенно вот но она что-то иногда потупливает срабатывает немножко долго ну прям вы слышите и думаю да еще раз заблокировал долго срабатывает за 200 баксов ребята как бы спасибо что спасибо что есть хоть и так вернемся к маязу просим плюс маязу просим плюс стоит полтора раза больше то типа 300 или 350 долларов это же машина стоит 200 по купонам можно я думаю урвать дешевле плюс если вы пользуетесь кэшбэка можно урвать дешевле за такие бабки это я считаю одно из топовых устройств за свои деньги и так что же касается характеристик данный телефон работает на процессоре от ребят мтк и на борту у него стоит процессор мтк helio p60 это не простой процессор это один из самых лучших процессоров у мтк если я не ошибаюсь он может потягаться с снэп драгоном 636 или 635 helio p60 это у нас восьмиядерный процессор который работает на двенадцати нанометровом техпроцессив что тоже очень хорошо восьмиядерный процессор из которых четыре ядра это у нас энергоэффективные то есть они работают тогда когда вы телефон не нагружаете эти энергоэффективные ядра они у нас называются а 53 и работают на частоте 2000 герц следующие четыре ядра мощные они у нас называются а 73 работают также на частоте 2000 герц эти характеристики понравятся всем людям будь то игроманы или такие ребята которые не играют на телефоне как я я лично только звоню и слушаю музыку что же касается оперативной памяти у нас 4 гигабайта отзыву а внутренней памяти 128 гигабайт это для телефона с 200 долларов очень хорошо как я считаю пишите кстати в комментариях как вам характеристики и в конце ролика пишите свое мнение про то что вы услышали и посмотрите еще и на дизайн телефона он реально крут если вы меня спросите насчет батареи то она у нас 5150 миллиампер-часов я ее еще толком не проверил потому что я телефоном пользуюсь два дня но опять же финальном ролике я вам все расскажу и покажу снимает телефон в дневное время очень хорошо в принципе как и любой другой телефон в ночной я еще толком не тестировал фотки приложу вы посмотрите у нас впереди фронталка на 16 мегапикселей снимает она хорошо опять же в дневное время я уже проверил и задняя камера двойная 16 мегапикселей если я не ошибаюсь и 8 опять же снимает очень хорошо даже я возможно предположу что на уровне маезу просим плюс у маезу просто камера восхитительная насчет записи видео мой маезу снимает в 4к данный телефон в 4к не снимает он только снимает full hd ну вроде я поснимал full hd вот опять же смотрите сейчас будет вставочка нормально во вставочке я что-то с фокусом немного немного про втыкал и все увидите фокус как я понял не на мне что ли ну пожалуйста смотрите сейчас снимаем видео на телефон у меди джи f1 звук также идет с него основная камера у нас две камеры если запись будет хорошая я ее выставлю снимаем уже вечернее время уже без 28 нас он солнце уже ушло в закат вот на заднем фоне у нас машины ездят мало но ездит и вот такая у нас камера как я посмотрел камерах очень камеры очень хорошего качества хорошо снимают и мне есть чем с чем сравнить у меня основной телефон маезу про 7 плюс там офигенная камера ну и на этом телефоне вроде бы как на фото по крайней мере камера очень хорошая на видео я еще не знаю вот сейчас и посмотрим вот так он у нас снимает уме диджи f1 насчет распознавания лица еще раз она есть она иногда срабатывает быстро я вот кстати просто положил телефон наклонился к нему и он как бы вот в таком ракурсе до распознал мое лицо а иногда бываешь вот так ставишь но распознайся и он не всегда срабатывает то есть я лично не пользуюсь распознаванием по лицу даже в моем и зуб просим плюс но у меня тут сканер отпечатка пальца встроенный в переднюю часть это очень очень удобно в подобных телефонах я не пользуюсь сканером отпечатка пальца и лица но если вам это важно в общем вы учтите сегодня так быстренько пробежался по его тех характеристикам храя уже распознавать елки-палки финальный ролик смотрите через месяц а может три недельки а может и две в общем я его поюзаю потаскаю поиграю игре кстати насчет игр еще уточню я смотрел обзоры я еще сам пока не тестировал телефон реально тянет паб джи танчики я в тестах больше ничего не видел в общем я его протестирую месяцок может меньше и вам выдам свое официальное финальное мнение и тогда уже в общем будете думать пока что мне почти все нравится кроме тех двух косяков с отпечатками с распознаванием лица кстати кстати в нем есть nfc это я забыл уточнить кому важно на все есть выглядит он круто в красном цвете по крайней мере мне реально зашло вот смотрите да красавчик ну реально красавчик работает пока что с и коробки шустренько придраться особо не к чему быстрая зарядка есть и избитой psy есть вход для наушников сохранили типа пока что бомба пишите в комментариях как вам данный телефончик зайдите на сайт их не посмотрите почитайте если вы хотите подарить подарок там девушки там маме женщине берите в красном цвете не прогадаете 200 баксов я думаю за такие деньги хороший телефон пока что пока что выйдет обзор через месяц я тогда расскажу свои впечатления возможно не все так будет хорошо а возможно все будет так же хорошо как и сейчас как моё первое впечатление спасибо что смотрите данное видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал обязательно пишите свое мнение про данный гаджет и увидимся в следующих роликах пока пока удачусь 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 Субтитры сделал DimaTorzok